А после трагедии в Житигоре, где в своем доме сгорели пятеро детей, в Кустанайской области начались массовые проверки частного сектора. Эксперты смотрят на исправность печей, котлов и датчиков угарного газа. Ведь, как известно, помимо огня причиной гибели может стать и этот невидимый газ. Как без последствий пережить холода и не стать жертвой собственного жилища, расскажет Любовь Оплачкина. За окном минус четыре, а значит в ход пошли уголи дрова Оксана Цыганова. Свой старенький дом протапливает не меньше двух раз в день. Она многодетная, мать воспитывает шестерых детей. В комнатах должно быть уютно, тепло, а главное – безопасно. Беседы постоянно проходят в этом плане. Только как начался сезон отопительный, так оно и все. С этого момента объясняющим говорили, что не лезьте к печке, не трожьте то, что вы это. Стараемся от великого до малого, чтобы это все контролировалось. Честники в первую очередь проверяют исправность датчика угарного газа в этом доме. Его установили пять лет назад. Хозяйка говорит, несколько раз прибор сигнализировал об опасности. Правда, сегодня он оказался неисправен. Специалисты тут же проблему решили. После трагедии в Житогоре в области сформированы специальные мониторинговые группы. Туда вошли спасатели, полицейские, чиновники от отделов образования. Проверяют семьи из зоны риска. Многодетные и малообеспеченные. Не все ответственно подходят к вопросам безопасности. Специалисты проводят беседы, делают замечания и даже помогают прочищать дымоходы. Сегодня по региону установлено чуть больше четырех тысяч датчиков угарного газа. Два раза в год их проверяют на исправность. Но, как показала практика, этого мало. Датчики угарного газа тоже могут выйти из строя. Ведь работают они на обычных батарейках. Спасатели рекомендуют как минимум раз в три месяца проверять исправность устройства. В регионе уже с начала отопительного сезона произошло 19 пожаров. В жилом секторе наблюдается рост, несмотря на профилактическую работу. В текущем году, в период месячного поражения безопасности, учащихся в городе Кустанай установлено более 30 датчиков. Очищено более 40 дымоходов в частных жилых домах. Сейчас работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле. 105 мобильных групп будут работать по всей области. Проверять планируют не только состояние печных устройств и датчиков, но и социально-бытовые условия семей. Ведь все эти факторы зачастую влияют на обеспечение безопасности.